Собрание Всебелорусское – стабилизатор общества. В этом его главная роль – стабилизировать общество на всех этапах его развития. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться. А в обычных условиях собрание продолжит работать, как и сложилось, только с определенными дополнительными функциями. Да и встречаться будем чаще минимум один раз в год. Как я уже ранее говорил, так по-простому, по-народному. Собрались, обсудили тот или иной важнейший вопрос, приняли решение и поехали работать в трудовые коллективы, поскольку это непостоянно действующие органы. Деньги делегатам никто платить не будет. В состав ВНС войдут представители всех слоев белорусского общества. И это главное. Ну, я заметил, некоторые и в трудовых коллективах вопрос ставили. Ну, а как это чуть ли там не собрание чиновников будет очередное и так далее. Как трудовые коллективы будут представлены. Ну, может, мы не достучались до людей, не объяснили им, но представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Только пути движения в это собрание несколько иные. Ненапрямую собрался завод, выдвинул своего представителя, и он во Всебелорусском народном собрании. Там представлены и депутаты, и от партии общественных организаций. Все будут люди. А это и есть трудовые коллективы. Это учителя, это рабочие, это крестьяне, это врачи и так далее. Но это должны быть профессионалы. Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто что-то понял, не понял, отсидел, уехал. Таких там быть не должно. Это должны быть, как я сказал, профессионалы, знающие люди, с богатым опытом за плечами. Им предстоит принимать решения по стратегическим направлениям, важнейшим вопросам государственной общественной жизни. Такова ответственная миссия нашего собрания. И мы все должны сделать так, чтобы делегаты, вернувшись на свои рабочие места, отчитались перед трудовыми коллективами по тем вопросам, которые рассматривались на Всебелорусском народном собрании. Мы это сделаем лучшим образом. Несмотря на то, что в составе НС будут уважаемые люди, оно не может вмешиваться в деятельность других органов, подменять их, исполнять их функции. Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган. Продолжение следует...